Мы продолжаем с помощью всевышнего перевода и комментариев Русалимского Талмуда И мы дошли до третьего перека из четырех страниц Юдалы Дамутбет Первая Мишна Если Луну увидели даже сам Бейдин Вихоль Исраэль Все видели Луну, что Луна появилась вовремя И собирались делать этот день Рашходеш Но Или же Пока не проверяли свидетелей Еще не успели только сказать слово Микудаш Потому что уже начался следующий день Наступил ночь Пока не стемнело Теперь уже этот месяц Следующий день будет Рашходеш Раз не успели сказать слово Микудаш И сделают свидетельство перед остальными То есть если Бейдин из минуевских людей состоит Много людей было там То двое из них будут свидетелями А остальные будут принимать свидетельство Наша гемора объясняет, что имеется ввиду, что они увидели ночью Поэтому они не могут Сейчас же сказать Микудаш И соответственно на следующий день Когда двое из них просвидетельствуют Остальные скажут Микудаш Но если всего весь Бейдин был из троих состоял И они же увидели Луну Тогда что делать? Тогда 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 двое из них будут свидетелями А к этому третьему прибавят двух других судей Они не могут сами быть и судьями, и свидетелями одновременно Получается, что нужно посадить каких-то двух других судей А эти двое будут свидетелями В Иаиду Бихнеем Они просвидетельствуют В Иомру Микудаш Микудаш И опять же скажут тогда Микудаш Микудаш Что сам человек не может Что один человек не может быть единственным Судьей Нужно, чтобы было три судьи Чтобы они приняли свидетельство Гемора Наша Мишна имеет ввиду Что Либо Бейдин увидел Новую Луну Либо весь израильский народ Весь еврейский народ увидел Новую Луну Почему это так говорит Корпан Эйда объясняет, что иначе достаточно было бы сказать Весь еврейский народ увидел Луну И тогда Бейдин и так включен в это Поэтому просто иметь ввиду Мишна Либо Бейдин сам видел Либо весь еврейский народ видел Но не сам Бейдин А Расканевский объясняет, что Так как сказано уже, что Увидел Бейдин, как разница, что весь Израиль увидел Поэтому объясняет Мишна Гимор объясняет, что Мишин имеет в виду либо весь Бейдин, либо весь Израиль. Раби Зира, Раби Ами, Вишем Раби Шуа, Бен Леви, Маммим Аль Ханира, Ля Авро, Вен Маммим Аль Шелонир Али Кадшо. Помните, я вам рассказывал из Бавилонского Талмуда тоже, на предыдущем уроке, вот здесь теперь это Бавилонского Талмуда, что объективно, так сказать, видна ли Луна, не было так уж важно. Что бывали случаи, когда они хотели на какой-то день месяца, чтобы попал Руш-Кодыш, чтобы на определенные дни потом попали праздники, и даже получалось, что зная заведомо, что свидетели ничего не видели, могли убедить свидетелей сказать, как будто они видели. Или наоборот, свидетели, которые видели Луну, но мы не хотим в этот день делать Руш-Кодыш, уговорить свидетелей сказать, что они не видели, да, или, в основном, как-то завалить, так сказать, свидетелей, чтобы не принять их свидетельство и не сделать этот день Руш-Кодыш. Так вот, здесь приводится шито, в Иерусалимском Талмуде, это шито, получается, Рабишу бен Леви, кажется, в Бавилонском есть такое мнение тоже, а именно, что только в одну сторону мы разрешаем. Если Луна была видна, и свидетели хотят просвидетельствовать, мы можем их остановить и как-то не дать им свидетельствовать. Мемомим здесь как-то заставляют они, да, как-то они их убеждают, или, в общем, добиваются того, чтобы свидетелей не было принято их свидетельство. Но не, говорит Рабишу бен Леви, мы не можем наоборот сделать. То есть, когда они не видели Луну, мы не должны их заставлять, говорит уже свидетельство, что якобы они эту Луну видели. А вот другое мнение, тоже Алибет, Рабишу бен Леви, то было мнение Рабизейры от имени Рабишу бен Леви. А теперь два других мудреца от имени Рабишу бен Леви говорят, Мемомима шелон нирали катшо, веймомима шелон нирали авро. Наоборот, если не было Луны, то можно уговорить свидетелей, да, заставить их сказать, что как будто они видели Луну. А вот если Луна была, то не следует этот месяц продлевать, да. И говорить как будто не было. Почему? Ну, первое мнение понятно почему. Первое мнение, всегда можно завалить свидетелей, не принять их свидетельство. А с другой стороны, говорить заведомую ложь свидетелям, это вроде нехорошо. А второе мнение, оно основано на следующей идее, что если Луна была видна, и все ее видели, а суд при этом не сделает этот день Рошхотыш, то будут, так сказать, говорить про этот суд, что они ничего не понимают, что мы все видели Луну, скажет простой люд, почему же не сделали Рошхотыш вчера? Почему Беддин сделал Рошхотыш на следующий день? А вот наоборот, если не было Луны, а мы уговариваем свидетелей сказать, как будто они видели Луну, это никто не скажет, что это точно неправда. Потому что когда люди услышат, что Беддин сделал этот день Рошхотышем, откуда им знать, была Луна или не была? Если они не видели, значит, что ее не было. Возможно, что Луна появилась с какого-то угла, с какой-то горы, можно было ее увидеть после самого захода Солнца на короткий срок. Поэтому всегда лучше, да, по мнению, второму мнению, Рабиба и Рабихе, всегда лучше обманывать в сторону того, что говорят, что видели то, что не видели, чем наоборот, то, что всем видно, а говорить, что не видели. Да, наша Мишна спорит с тем, что сказал Рабизеира, то есть первое мнение. Здесь у нас гирса какая-то неправильная, да, корменная, да, меня гирс называет Харезе Мюбар, да, как и наша Мишна на самом деле говорит. В смысле, что наша Мишна сказала, что если не успели сказать Мюбар, и уже стемнело, то месяц становится Мюбар, да, теперь тогда Рошхотыш будет завтра, раз сегодня не успели сказать Мюбар. Во всяком случае, всего этого мы видим, это потому что не успели, потому что стемнело. А если бы не стемнело, тогда, да, Мишмешха Шиха, а, им Лоха Шиха, если бы еще не стемнело, то они бы не имели права просто оттянуть и не сказать Микудаш, да. Тут они не успели в нашей Мишне сказать Микудаш, но если бы было еще светло, они обязаны сказать Микудаш. Лоха, да, если бы не стемнело, они не могли бы сделать этот месяц длинным, да, и следующий день Рушходыша. Хадамра эльма мималя нирали авро. Значит, они не имеют права передвигать Рушходыш на следующий день. Да, если луна была видна и успели проверить свидетели, они обязаны сказать, что сегодня Рушходыш. Магнита плига рабиба. Есть другая Брайта, видимо, которая спорит с Рабиаба тоже, который, наоборот, говорит, что можно свидетелей уговаривать сказать, как будто они видели луну, когда они на самом деле ничего не видели. Тут не очень понятная суга, но Рафканевски объясняет следующее, что речь идет о том, можно ли месяц сделать еще меньше, чем 29 даже дней. Помните, мы говорили не раз, что наши месяцы, они всегда 29 или 30 дней. Но, допустим, несколько месяцев подряд не была видна луна почему-то. Например, тучи были, еще что-то. И постоянно делали месяцы по 30 дней. Например, 3-4 месяца подряд делали по 30 дней. Теперь мы оказались здоровски впереди по сравнению с настоящей луной. Потом будет ясный день. И вдруг луна появляется на пару дней раньше. То есть она не только видна в ночь на 30-е, она видна в ночь на 29-е. Уже можно, Рош Ходэш, казалось бы, делать еще на день раньше, и в предыдущем месяце сделать 28 дней, а не 29. На это, говорится, что это невозможно. Значит, еще раз попробуем перевести сами слова. Что мы могли подумать, что тебе нужно 2 дня, то есть по его объяснению месяца, тебе нужно на 2 дня уменьшить месяц. Не только не 30 дней делать месяц, но не 29 даже. А еще раньше сделать новый месяц. Но тнинло, мы даем ему, шне ямим, тамудло мар, ото, только его, эйне эле йом, эхад. Можно только его делать, то есть это один день. Либо на 30-й день месяца будет Рош Ходэш, либо на следующий день, но не может быть раньше. Не очень понятно, действительно ли я это имел в виду, это Брайта, но, во всяком случае, вот так объясняет Равканевский. И из всего этого они хотят, не да, и хотят доказать, что Ходэмра, отсюда мы видим, Эйн-Лам-Ми-Ним-Аль-Шелон-Ир-Али-Кад-Шо, что когда не видна была Луна, мы никогда не заставляем свидетелей сказать, как будто они видели. В чем здесь доказательство? Говорит Равканевский, что так как они же всегда считали тоже, они знали, когда примерно должна появиться новая Луна, то если будут тучи, и никто не видел новую Луну, но они знают, что уже Луна должна была бы появиться, они могли бы сказать, что вы видели Луну? И мы никогда не попали в такую ситуацию, что несколько месяцев подряд, месяцы были по 30 дней, и в результате мы теперь не синхронизированы с Луной, да, и мы теперь здоровски впереди Луны, да, что конец месяца, уже Луна видна в последние дни месяца, а нам еще ждать, пока 29 дней месяцев пройдет. Все это произошло только потому, что они не могли в предыдущие месяцы синхронизировать, да, и сказать свидетелям про свидетельство, как будто вы видели Луну. Так объясняет Равканевский всю эту Брайту. Значит, мы видим отсюда, что нельзя просить свидетелей синхронизировать, да, говорить то, что они не видели. Еще одна Брайта спорит, тоже с Раби Аба. Слово, когда будет месяц, тогда освещайте, а не как вам приходится. То есть это Брайта считает, похоже, что в отличие от года, год, какой год делает 13 месяцев, какой 12, решает Бейдин. Тут нет четкого правила. Есть целый ряд факторов, которые они учитывают, когда решают, какой месяц добавлять, какой нет. Например, вполне может быть, что был голод до этого, и они не хотят добавлять новый месяц, потому что тогда слишком поздно можно будет есть после Омера зерно новое. Поэтому, несмотря на то, что нужно было бы добавить новый месяц, они хотят как можно раньше, чтобы принести Омер, и чтобы можно было уже есть какое-то зерно, которое успеет поспеть. Или еще по каким-то причинам. То есть у них много есть причин, почему они добавляют, они не добавляют новый месяц. А вот дни месяца, в какой месяц делать расходы, в какой день делать расходы, в какой нет, в этом нет никакого выбора, согласно этой Брайте. Как получится, так получится. Они не могут сами решать, сегодня мы сделаем расходы, завтра мы не сделаем, потому что нам так удобно. Значит, Брайта хочет сказать, что нельзя решать Бейдину без того, что как уж увидели месяц, так увидели. Кстати, наша Гемора эту Брайту объясняет, что она идет по мнению, что вообще все там зафиксировано. Так что есть такое мнение тоже, оно называется у нас Ахерим, мнение каких-то других мудрецов. Может это был Раби Мер, может какие-то другие Ахерим. Иногда Ахерим Мамрим, это Раби Мер. В всяком случае, Ахерим считают, что всегда, каждый второй месяц 30 дней, каждый второй 29. Фактически они почти всегда, кроме редких исключений, без всяких свидетелей, да, видимо, сообщают просто сегодня новый месяц и все. Есть свидетели, нет свидетелей, что все зафиксировано. Почти как наш календарь сегодня, Ахерим считают. Вообще удивительно, как могло быть, еще во время, когда еврейский народ был на своей земле, да, и были сангедрины, как могли быть разные мнения на этот счет. Да, ведь они же, календарь-то был у всех одинаковый, во всяком случае у всех фарисеев. Другие там, сектанты, у них были свои календари. Но у фарисеев, во всяком случае у всех был одинаковый календарь. Как могло быть, что один говорит так, а другой говорит так. Про календарь-то не может быть спора. Это все непонятно, да, Ахерим они теоретически что ли это обсуждали. Но похоже, что они практически считали, что у них другой что ли календарь был, что те, кто следовали Ахерим, они что в другие дни праздники праздновали. Я никогда не понял эту идею. Как такой диспут мог возникнуть и как какие-то брайки идут по мнению Ахерим. Почему сразу же не ответили, не сказали, что у нас так не делает сангедри. А если наоборот делали как Ахерим, тогда непонятно, как могло быть кто-то с успорить с Ахерим. В общем, как бы там ни было, говорится, что невозможно ничего менять, как есть, так есть. Сюда мы видим, что нельзя делать просто рушходыш, когда не было на самом деле Луны. Так Иеруша мечтает, что это Брайта доказывает, что всегда идем за тем, что видно. Есть еще Брайта, который спорит с мнением Раби Абры, еще одна. Ехоль им лони рата лвана лишней амим, ках и качу, это ходыш лишней амим, там удломар оттам. Здесь, согласно Каневскому, наоборот, обратная гава Амина. Могли подумать, что если не видна Луна даже на 30-й день, на 31-й, ну в ночь на 31-й, то тогда еще один день добавляем, мы рушходыш ждем на 32-й, да, ждем предыдущий месяц не 30 дней, а 31-й. На это учиться нет. Вот там, да, их освещайте в любом случае, если не увидели даже два дня подряд Луну, тогда в любом случае рушходыш второй из них, никогда не бывает длиннее месяц, чем 30 дней. На 31-й всегда рушходыш. Как минимум на 31-й. Да, это все, почему мы говорим, что так как не видна была Луна, но месяц не бывает больше 30 дней, поэтому мы делаем 31-й день рушходыш. Ха, и нирата, но если была видна Луна, ло, тогда мы делаем, соответственно, день рушходышем. То есть всегда делаем день рушходышем, когда видна Луна, кроме одного случая. Когда два дня подряд не видна Луна, тогда нет никакого выхода, так как длиннее месяц просто не может быть, тогда уже делаем без всякой Луны рушходыш. Ха, да, мра, отсюда мы видим, эй, ма, 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 ше, ло, ни, ра, ли, ка, шо, что если нету на самом деле Луны, она не видна, мы не делаем, чтобы свидетель искали, как будто видели, и принимаем их. Только если в одном случае мы делаем рушходыш без Луны, это когда уже два дня прошло, и просто нет другого выхода. Ха, ва, бай, ми, ма, ло, плигон. Теперь они хотят сказать, что нет на самом деле диспута между Раби Зейрой, который говорит, что можно делать, отодвигать, когда видна Луна, но нельзя делать рушходыш, когда не видна Луна, просить свидетель искать ложь. А с другой стороны, мнение Раби Ба как раз наоборот. Так вот, теперь они хотят сказать, может нет никакого диспута между этими двумя мнениями, что то, что сказал Раби Зейра, это в другие месяцы. Мадама Раби Ба, Ниссан и Атишри. А вот то, что Раби Аба говорит, это про Ниссан и Атишри. Ниссан и Атишри иногда приходится менять рушходыш специально ради того, чтобы попали на определенные дни все праздники. Одних даже зависит от всех библейских праздников, чтобы на какие-то путь, например, не попал на Эр-Шаббат или на Моссе-Шаббат. Только непонятно все равно, почему Параби Зейра тоже не приходится иногда именно Ниссан и Атишри сдвигать только в обратную сторону. Если падает рушходыш, например, на воскресенье, мы делаем его в понедельник. То есть не рушходыш, а Югипурба попал на воскресенье. Если сейчас делать Роша-Шану, то сдвигаем на понедельник. Сдвигаем на один день вперед. Казалось бы, в обе стороны можно иногда приходится сдвигать. Есть в нашей геморре, если я правильно помню, там похожая идея, но там как раз вообще про сдвигание любое говорится, что возможно есть разница между Тиширей и Ниссан и другими месяцами. Вопрос только, в какие месяцы, наоборот, большая причина сдвигать, а в каких большая причина не сдвигать. Неочевидно, можно было бы сказать наоборот, что именно Ниссан и Тиширей лучше не сдвигать, потому что от них зависят праздники, поэтому оставим, как Всевышний сделал. Видна он, наверное, не видна. Пусть и Вышний решает. А вот те праздники, которые в празднике не зависят, там уже можешь делать все, что хочешь. Раби о миад, Ниссан лони тавра миямав. Раби, Геш, никогда Ниссан не делаем, чтобы он был на следующий день. Он всегда падает на 30-й после предыдущего месяца. Вега та нинан им гая, ходыш ми убар. Да, вот же мы учили, что если все-таки месяц был 30-дневный, и отвечает им гая, ло гая. Это теоретический только вопрос. На практике это никогда не было. Вообще, Шита Ирушами во многих местах, и в Мигиле тоже, что они хотя обсуждают, когда праздники могут падать на какие-то другие дни, но на практике это никогда не происходило. И праздники всегда падают, как сегодня, в фиксированном календаре. То есть, фактически, Ирушами считают, похоже, что фиксированный календар уже существовал тогда, и старались подгонять под определенные дни все роши хадаши, как сегодня делается с фиксированным календарем. Рав говорит, что тиши тоже никогда не бывает после 30 дней лула, всегда после 29, всегда короткий. Говорит, а вот же есть Брайта или Мишна, который говорит про случай, когда роша-шана падает после 30 дней лула. Говорит, опять же, это теория. Такой никогда не было. Еще доказательство все-таки, что бывает два дня роша-шаны, бывает, что день роша-шаны на 30-й, а после 30 дней лула падает, а не после 29. Здесь, когда роша-шаны на 30-й, здесь они, похоже, пытаются доказать, это Мишна, так сказать, роша-шана позже, что все-таки бывает два дня роша-шаны, а раз так, значит, бывает, что месяц лула был 30 дней, а не, как вы думаете, что никогда не бывает ни Адам, ни Элул 30 дней, никогда не бывает, чтобы Ниссан и Тишле сдвинулись. В чем доказательство? Что был случай в Явне, не в Явне, а в городе Уша, это было там, где находил Сан-Хедрен, потом после Явны, там, в один из служб, они переезжали в Сан-Хедрен, потом пришлось передвинуть на север, потому что на юге все было разрушено, в Ихуде. Так вот, говорится, что один день роша-шаны был казаном раби Шмуэл, сын раби Йохана бен Брока, и он сделал, как мнение, раби Йохана бен Нури. Это насчет того, там диспут будет позже, мы посмотрим это, подробнее будем обсуждать позже, насчет того, как именно молиться шмунеэсре в Роша-шану, какие, да, в Мусофе добавлять, в каком месте какие части добавок делать, насчет праздника, насчет рубления. Так сначала он сделал, как раби Йохан бен Нури, в первый день, и сказал, что не так у нас был Минга в Явне, что в Сан-Герне в Явне мы так не делали. А на второй день был раби Ханина, сын раби Йохана, и он сделал, как раби Акива. Это мнение будет обсуждаться позже. И уже тогда сказал, что правильно он сделал, так мы у нас в Явне делали. В этом случае, мы видим отсюда, и затемим, что был Роша-шана два дня подряд, значит, все-таки первый день не был принят, и, значит, свидетели, да, не были, специально не сказали свидетелям, скажите, как будто вы видели Луну, да, и чтобы сделать первый день Роша-шаны. А раби Зей, раби Шем, раби Хизда, вот Ашананит Калкала, этот год был испорченный. Не очень понятно, что имеется в виду. Раби Каневский считает, что они настолько все неправильно сделали в том году, что они посчитали неправильно, и вообще начали Роша-шану на день даже раньше, чем 29, в смысле, чем 30, то есть еще на день раньше, когда вообще не положено делать Рош-ходэш-тишвей, сделали, и потом сообразили, и сделали на день позже. В общем, не очень понятно мне это объяснение. Здесь есть еще другое объяснение. Магу Берешуна, Магу Бешени, что имеется в виду? Первый и второй. Может быть, имеется в виду? Раби Бадышем Рад, Шана Решуна, Шана Шня. Не думайте, что это было все в один год, в первый день Роша-шана и второй. Такого не было, может быть. А имеется в виду, было два разных года. В один год молился один хазан, и рабан Гамриэль его не поддержал, рабан Шубин Гамриэль его не поддержал, а в другой год молился другой хазан, и его рабан Шубин Гамриэль поддержал. Может, это все было в разные годы Роша-шаны. И на это говорит Талмуд, что не может такого быть. Вега Тани, у нас есть Брайта, Бьем Решуна, Бьем Шиниш. Это не был разный год, это был один и тот же год. Китшу, Кодр, Змано, похоже, не ответили в результате. Есть вроде доказательства против Рава, что иногда все-таки бывает, что Элу 30 дней, и Роша-шана сдвигается, но это, видимо, очень редко случалось. Китшу, Кодр, Змано, Оляхар и Буро, Йомехар, Ихоль и Емикуташ, Тамудлома, Отам, Отам. Да, это также Брайта или похожая Брайта, это Сефта похожая, которая хочет сказать, что никогда не бывает, опять же, на день раньше или на день позже. Только бывает либо 30-е, либо 31-е от предыдущего месяца. Никогда не бывает 29-е, никогда не бывает 32-е. Роша-шана всегда только один из двух дней, никаких других выборов здесь нету. Поэтому если осветили раньше времени, или, наоборот, позже времени, на 32-й день или на 29-й день, то это вообще не Роша-шана. Йомехар, Йохоли, Йомикудаш, могли подумать, что это тоже Микудаш, Тамудлома, Отам, Отам, да, эти дни, Эйн, Эйн, Эйле, Муадай, Муадай, это только дни мои праздничные, Эйн, Эйле, Муадай, а эти не праздничные. То есть, если совсем не вовремя не годится, да, можно только Роша-шана сделать, либо 30-го, либо 31-го. Раньше времени это значит 29-й день, после времени это значит 32-й день. Теперь переходим опять к Ибур-шана, то есть к высокосному году, когда лишний месяц добавляют. Откуда мы знаем, что может обладать месяц даже не ради сезонов, а ради того, чтобы успели прийти далекие евреи в храм вовремя. В смысле, мы знаем, что они уже пошли к Песаху, уже двинулись в сторону Израиля, но они не успеют прийти, если мы не добавим еще один месяц. Да, у них займет больше 15 дней, видимо, дойти, поэтому в конце Адара евреи в земле Израиля начинают понимать, что если сейчас мы не добавим еще один месяц, то не успеют они к Песаху принести пасхальную жертву, да, 14-го Ниссана. За две недели им не дойти. Как они в те времена могли это знать, я не знаю, потому что, что значит, они уже вышли, но, может быть, они поставили к их до концов на быстрых лошадях, которые сообщают, что мы уже в пути, но нам не успеть дойти до 14-го Ниссана. Тогда можно добавить новый месяц. Хотя по сезонам уже, в общем, Песах время пришло, уже весна началась, но все равно имеют право добавить новый месяц, чтобы успели прийти в Ней Агола, да, евреи диаспоры успели прийти в храм. Откуда мы это знаем? Что говорится, дети Израиля и праздники, чтобы все дети Израиля могли спраздновать праздники. Делать так праздники, чтобы они могли их спраздновать. Это хотя бы, если они уже дошли до реки Ифрат, да, если они до туда уже успели дойти, тогда мы ради них будем добавлять новый месяц. Если они совсем далеко, то не будем. Если уже месяц осветили, да, решили, что сегодня новый месяц, а потом оказалось, что свидетели ложные, да, они обманули мудрецов, все равно месяц принят, да, как мы уже говорили на предыдущем уроке. Где это срабатывает? Что не нужно быть очень строгим в отношении свидетельства месяца, да, не как свидетельства, например, что человек убил, или сама в субботу, или какие-то финансовые свидетельства. Здесь-то не так важно. Да, главное, чтобы сказали Микудаши все. Веддин шарау это хорег, амру имру иману ото, эйнано мекирим ото, лога и орфин, дегти вейнену лорау. Да, если, допустим, человек, который убил другого, его видели мудрецы, но его невозможно теперь найти, не могут они его узнать. Да, они недостаточно его знают, чтобы смогли бы его узнать, но видели, что кто-то убил, то тогда уже нельзя приносить эйглоруфу. Эйглоруфу приносили, когда неизвестно, кто убийца. А здесь убийцу они видели. Просто они знают, кто это такой, они смогут его наказать. Но все равно уже эйглоруфу не приносят. То есть, часть процедуры эйглоруфа, это сказать, наши глаза не видели, а в данном случае глаза видели, поэтому невозможно эту процедуру сделать. Если наши глаза вообще не видели, тогда приносят эйглоруфу, а в данном случае они видели. Похоже, здесь речь идет о человеке, которого видел Бейдин, как он убил. И уже они могут его узнать. Так как им теперь просвидетельствовать, что двое из членов Санхедрина видели убийцу? Или все члены Санхедрина даже увидели убийцу, как он убил? Так теперь эти двое из них могут просвидеться перед остальными, по первому мнению. Это одна Брайта. Двое из них станут и просвидеться перед остальными, что мы видели, как этот человек убил другого. А итан, Найтани, есть другая Брайта. что они теперь не могут быть вообще судьями. Так, они все сами видели, они теперь свидетели, но не судьи. Судьё не может быть человек, который теперь как бы не объективен, да, что он сам это видел. Они теперь только стали свидетелями. Поэтому пусть теперь свидетельствуют перед другим Сангеденом. Все они теперь свидетели, ни один из них не может быть судьёй. Как Халуким ведут Аходыш? Такой же диспут, говорит, есть про Аходыш тоже. То есть, если увидел весь Бэй-Дин, новую Луну, есть мнение, что двое из них могут просвидетельствовать перед остальными, а есть мнение, что все они должны быть свидетелями перед каким-то другим Бэй-Дином. Веякум хад, веятиф хад, веякум хад, веятиф хад. Говорит, а почему нельзя так сделать? Это про случай, когда каждый, да, все, все люди в этом суде видели новую Луну, и мы говорим, что им нужно двоим из них встать и на их место поставить других судей. А почему не может каждый из них просто встать, просвидетельствовать и сесть и быть судьёй? И отвечает, не может свидетельствовать и теперь стать судьёй. Так же и наша гемора считает. Эд, да, свидетельствовать и не может стать судьёй. Был однажды случай, когда Рафхуна знал какое-то свидетельство по отношению к какому-то человеку. И этот человек в результате пошёл судиться перед Рафхуной. Похоже, Рафхуна не считал запрещённым быть судьёй при этом. Пошёл перед ним судиться. И Кафар бей, и потом Истец, да, тот, кого судили, он сказал, что он ничего не должен. Кафар, да, отрицал свой долг. Хотя судья, который сидит, сам знал, что он врёт. Да, так как ты знаешь, что Рафхуна, он большой человек, в смысле, он сейчас судья, и он не может сам свидетельствовать, раз он судья. Ат Кафар бей, так ты теперь отрицаешь свою вину. Но если он сейчас пойдёт и в другом суде будет свидетельствовать, в смысле, Рафхуна может перестать быть судьёй в этом суде и пойти и просвидетельствовать в другом суде, что тупик и должен ему. Амурло Рафхуна Вяавдинки, она что, можно так сделать, спрашивает Рафхуна. Рафхуна не знал, как действительно ему теперь поступить, потому что он знает, что свидетель врёт, но он сейчас судья и сам не может быть свидетелем. Ему сказали, да, можно так сделать. Амурло Ин, Вишара Рафхуна Гармей Мин Гагугадина, тогда Рафхуна, действительно, освободился от этого суда. Вяазаль, Вяасхад Алэ Кумми Бейдин Ухаран. И пошёл, просвидетельствовал в другом суде, что этот человек должен. Если Хара Арар Аль-Хатимат Едэй Дим, Аль-Хатимат Едэй Гадэ Аним. Если кто-то спрашивает, так сказать, начинает оспаривать подпись свидетелей или подпись судей в отношении, да, судьи тоже там подписывают в определённом месте штаб, когда они уже подтвердили, что бумага хорошая, и они потом выдают, чтобы можно было собрать, да, забрать деньги у человека, или поле у человека, который не выплачивает свой долг. Так вот, если теперь есть какие-то, кто-то, кто оспаривает эти подписи. Если он хочет, он может поддержать этот штаб с помощью подписей самих свидетелей, то есть каким-то образом люди, которые узнают эти подписи, просвидетельствуют суде, что они эти подписи узнают. И, соответственно, второй суд этот штаб сделает кошерным, да, поддержит этот штаб как кошерный. Или же он может самих судей, да, опять же, чтобы проверить подписи судей, что это не подделка, да, то есть какие-то люди, которые узнают подписи судей, и, соответственно, в другом суде поддержать это. То есть у него теперь два выбора. Можно подписи свидетелей, можно подписи судей поддержать с помощью людей, которые их узнают. А я ведь говорю, да, если он сможет поддержать одну подпись судьи и одну подпись одного свидетелей, да, найти людей, которые узнают эти подписи, этого тоже достаточно. Во время Раби Авагу должны были прийти свидетели и сказать, они, видимо, должны были, может, это было как пароль, сказать слово Гуалейну. Да, что это, может быть, были свидетели, что Беддин принял этот день как первый день месяца, и когда посылали свидетели, чтобы знать, что это не обманывают они, они должны были сказать пароль Гуалейну. Они сказали не совсем правильно, сказали Гуалатейну. Вики Блун, все равно он их принял, что можно так ошибиться, это мелочь, одну букву неправильно сказали. Они замолчали. Во время Раби Берахи произошел случай, что свидетели замолчали, то есть у них потерялся до речи, да, не смогли сказать то, что положено. Амарлон Шаматин, да, Деткадаш Ярха, он их тогда спросил, вы слышали действительно, что месяц был освящен, то есть, что приняли Беддин, да, первый день месяца более ранний. Они сказали, они Виархун Рэйшэйгон, они кинули головой. Вики Блун, он их тоже принял, что раз он проверил их, они кинули головой, хотя не сказать слово осветился месяц не смогли, но все равно их свидетельства достаточно. И на этом заканчивается наш урок. Левифа Ашлимара, это Хабих Мадимша, для Раиса Бацонья, Михаил Бенгархиль, Вихоль Исраиль.